Казанский федеральный университет продолжает динамично развивать медицинское направление. Этот факт отлично подтверждает модернизацию университетской клиники Казань, развитие концепции медицинского городка КФУ и взаимодействие Казанского федерального с другими клиниками республики. Немало важно даже то, что в стенах университетской клиники уже проводится большое количество клинических исследований. При содействии университета там создали биобанк и чистые помещения, где можно работать с клетками человека. Можно даже не сомневаться, Институт фундаментальной медицины и биологии только растет. В здании, где сейчас работает институт, весь потенциал уже не помещается. Именно поэтому незамедлительно приступили к действию симуляционный центр и новая клиника. Совокупность работы всех зданий часто называют новым медицинским городком, которого ждет большое будущее. Все студенты любого университета, у них есть предмет безопасной жизнедеятельности, где учат оказанию первой медицинской помощи. Там они не просто на бумажках, не просто, так сказать, на плакатах, там они получают реальные навыки оказания первой медицинской помощи. Когда Казанскому федеральному стало очевидно, что для развития высокотехнологичных биомедицинских исследований необходимо создавать что-то новое, был дан старт начала создания центра фармацевтики. Это единственное место в Казани, где есть так называемый виварий, где содержатся животные, свободные от любых инфекционных реагентов, где вместо цокольного этажа расположился центр микроскопии. И, конечно, это единственное место в городе, где расположен геномный центр и есть биобанк. Помимо перечисленного, там также расположились многочисленные лаборатории КФУ, которые имеют свое название Open Lab. Однако на достигнутом медики Казанского федерального не останавливаются и готовятся к созданию нового центра трансляционной медицины. И, кстати, это не единственный проект, готовящийся к реализации. Теперь, если говорить о проектах, которые мы сейчас реализуем, вот в настоящий момент у нас четыре проекта уже на стадии прямой трансляции. Но пока я говорю вам только о том, что идет по часовой стрелке. То есть, когда из фундаменталки в клинику. То есть, это по нейрореабилитации проект, это проект по свертыванию крови, поскольку у нас там и сосудистый центр, так сказать, это проект по фармакогеномике, который, и это проект по использованию, так сказать, прогенитарных клеток или стволовых клеток, так сказать, лечения ряда заболеваний. И это еще не все. Возможности ученых Казанского федерального дают новые плоды. Здесь речь идет сразу о нескольких центрах, которые активно работают над одним из самых загадочных явлений современной науки – стволовыми клетками. Если, например, забирать, как бы, вот это вот то, что утилизируется клетки из плаценты, вот, и их хранить, то это универсальный, это на сто лет, это заготовленный, оттипированный донорский материал, которым можно спасать жизни. И более того, если еще 10 лет тому назад это можно было делать только ребенку, то сейчас отработаны технологии, так, two units, three units, так сказать, когда очень похожие две-три единицы и уже, так сказать, трансплантация взрослому человеку. А что касается трансплантации биосинтетических органов от человека к человеку, это еще одна цель, которой стремится Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ведь не исключено, что данному проекту суждено стать новейшим решением лечения целого ряда заболеваний. Аделья Шемилова, Универньюз.